всем добрый вечер приветствую вас всех моих зрителей и новых подписчиков на моем канале я хочу вам сейчас снять отчет по такому проекту как сп авторские истории где все принимают участие с авторскими схемами в моем случае это химера сейчас я вам покажу так значит химера и картина называется мамина нежность вот на таком моменте мы закончили первый отчет с вами наблюдать не помню сколько это было уже процентов но немного сейчас попробую посмотреть нет не увижу в общем скажу так что это промежуточный отчет потому что отчеты мы снимать должны до 10 числа за предыдущий месяц поэтому я уже хорошо продвинулась и к следующему отчету я думаю у меня есть такое желание конечно же продвинуться еще больше давайте я сейчас вам покажу что у меня получилось то есть главный элемент моей работы так сказать мы сейчас прервемся то есть я склею видео на ускоренном видео вы конечно же я чуть забегая вперед покажу что же я такое там вышивала какому моменту я подошла потому что я стремилась все таки уже прийти к этому элементу скажем так и поэтому давайте сейчас под музыку послу посмотрим что же я делала что у нас скрытая Продолжение следует... 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 Я отшивала именно главный момент, это черный. И вот решила уже не все показывать, а уже показать вам в отчете именно как это смотрится целиком. Поэтому видите, у меня лист не полностью закончен. Да, вот тут вот будет лист. Поэтому не сильно так быстро. Есть у меня подписчики ВКонтакте, которые следят за конкретно данной работой. Лена мне писала, Юля, ты же только начала, как ты так быстро продвинулась. Лен, я сейчас покажу, как я быстро продвинулась, как так получилось. Значит, я не хвастаюсь, просто так получается. Вот лист схемы. Каждый цвет, это новый день. Причем хочу отметить, что синий цвет, это был один день, то есть начало схемы. Второй, третий день, вот четвертый, вот пятый и вот шестой день. То есть я за шесть дней, получается за неделю где-то вышиваю один лист. И я выкладываю фотографии ВКонтакте, но выкладываю не за каждый день. Я даже там еще не создала альбом, а надо было бы уже. Вот, и вот так вот получается, что схема не сложная абсолютно. Вот лист, над которым я сейчас работаю, вот сегодняшний день, это синим цветом. Вчера я красным так вышивала-вышивала, и я знала, что вот здесь это тоже глазик, и специально туда не заходила. Хотя мне было бы удобнее считать крестики. Кстати, в техниках, как вышивать больше, ну, можно взять себе на заметку. Поскольку я считаю крестики вручную, и, конечно же, чтобы упростить и увеличить скорость просчетов крестиком, конечно, лучше заполнять полностью квадрат, по максимуму. То есть тогда небольшое количество недостающих квадратиков, да, в большом квадрате сели, посчитали, плюс-минус, в общем, так быстрее считать. Поэтому, может быть, и в этом тоже секрет, как у меня так быстренько получается вышивать. Потому что, ну, надо заполнить квадрат, чтобы мне было легче в том считать. Сегодня же я целенаправленно уже вышивала вот эту вот часть. Вот тут вот чуть-чуть начала до того момента, чтобы сориентироваться, где черный цвет. Потому что, как вы знаете, я вышиваю без разметки полностью. И вот я сейчас уже вышивала, ну, тоже квадраты, да, но мне хотелось уже закончить полностью глазик, чтобы было видно. Вот сюда, вот тут вот так вот по горизонтали придет переносица самой мамы. Да, сейчас возьму превью. Вот. То есть вот глазик. И вот так вот уже, вот где-то первый ряд он вот так вот идет. Вот, поэтому здесь у меня опять будет светлая. И покажу, может, вот так поближе, да. То есть там не сильно... Так, у меня лампа с правой стороны. Да, то есть не сильно будет много ворса. Ну, так сказать, самого меха показано, да. Как вот здесь вот у нас очень ярко выраженный мех. Мех очень замечательно получается. Ну, у Химеры мех получается везде. Вот у моей подружки Ани. Она вышивает волчицу от Химеры. У нее там вообще-то все в сером цвете. 50 оттенков серого это мало. Мне кажется, там больше. Там же еще бленды есть. Вот. И там тоже очень красиво прорисовано получаются. Именно вот сами. Как локоны шерсти. Ну, в общем, прорисовано очень хорошо. Сейчас я сниму фотоаппарат со штатива. И подведу поближе. Хочу сразу сказать, что не смотрите на ровность крестиков. Почему? Потому что, не знаю, как так у меня получается. Но со временем они у меня как-то перекручивают сами нитки. И более ровнее становятся крестики. Так, вот поближе. То есть белые медведи. А цветов белых тут не особо много. Ну, что не сделаешь ради эффектного, так сказать. Ну, то есть весь эффект шерсти видно. Глазик вот поближе. Тут есть бленды. Кстати, я еще не все бленды, которые есть в работе, использовала. А сейчас в работе это 20% работы где-то. Ну, плюс-минус. 19 точно. Сегодняшний я еще не считала. Считать буду где-то в конце недели. В это видео увидите в четверг. Просто на неделю у меня не будет времени вам снять. Сегодня воскресенье, выходной день. Не будут звонить мне телефон и мешать снимать. Даже вечером. Вот такой вот отчет получился. Забыла сказать в начале видео, что в СП авторские истории. Набор еще идет. И я участник 29. Не знаю, появился ли участник номер 30. Но приглашаю всех девочек, у которых есть в планах работы, начать в этом году присоединяться к нашему СП. Организатор СП Джулия Кроустич. Вот такие вот были продвижения. Еще раз общий план. Если у вас будут вопросы, обязательно задавайте. Не стесняйтесь. Если у вас будут какие-то комментарии по данной работе, я тоже буду рада их увидеть и услышать. Если вы снимаете видео. Я передаю всем своим вышивальным подружкам привет. Кто следит за моей работой, с кем я общаюсь. Девочки, всем привет. Всем. Даже с теми, с кем я не общаюсь. Но кто просто смотрит мой канал. Я вам желаю здоровья. Это сейчас актуальный вопрос для меня лично. И я желаю вам вдохновения и шустрые иголочки. Если у вас есть какие-то вопросы даже не по теме, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте или в личных сообщениях, в соцсетях, или в комментариях. Потому что иногда бывает, что вам надо какая-то подсказка, а времени у вас нету листать там плейлист канала. Пожалуйста, спрашивайте. Я с удовольствием вам буду скидывать ссылочки на свои видео, если у меня есть актуальная информация по данному вопросу. Ну и все. Буду прощаться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok